Приветики ребятушки! Ну что ж, есть такая игра Yakuza, не Yakuza, как угодно, по которой в недавнее время что-то очень много разговаривает, и даже некоторые люди называют ее чуть ли не игрой 2021 года, что странно, потому что она как бы не вышла в 2021 году, но некоторые люди только сейчас о ней и узнали, потому и говорят. Собственно, а в чем дело, в чем вообще прикол этой Yakuza, почему вдруг весь интернет, ну по крайней мере какая-то его часть, о ней начала говорить, и почему эта игра не определилась с датой выхода 2020 или 2021 года, об этом я хочу и рассказать в этом видеоролике. Так, что же такое Yakuza? Это довольно-таки продолжительный игровой сериал про, собственно, Yakuza, то есть японскую мафию, и что-то наподобие, возможно, каких-то таких, знаете, ментовских сериалов, даже, возможно, русских, типа, типа улицы разбитых фонарей, но только в игровом формате. Эта серия довольно-таки уже древняя, она выходила на PlayStation 2, на PlayStation 3, 4, даже на Wii U, и вот теперь, ну точнее, как теперь, год или два назад она добралась до ПК, причем для ПКшников это самая оптимальная платформа, потому что как раз-таки на ПК есть все части Yakuza, а не только лишь некоторые, то есть имеется в виду, что ты можешь поиграть в все части серии, не собирая разные консоли разных поколений, но не об этом сейчас. Yakuza Like a Dragon это довольно-таки обособленная игра, которая воспринимается даже как отдельная часть из серии, то есть, возможно, не как продолжение, а как реальный отдельный проект, и на это есть некоторые предпосылки. Но вот суть в чем. Поскольку некоторые части серии Yakuza были портированы на ПК, для них, наконец-то, появились русификаторы. Ну, это были не официальные русификаторы, а сообщества. То есть, на некоторые игры начали выходить, смотря от популярности, собственно, конкретной игры, спустя год, спустя полтора, игровое сообщество делало русификаторы. Но здесь прецедент случился другой, поскольку была предоставлена официальная локализация от разработчиков. Правда, она вышла не совсем сразу, с датой выхода игры, а задержалась на несколько месяцев. Потому и получилось, что игра вышла в 2020 году, но русское сообщество про нее узнало только в 2021 году, вот буквально пару недель назад, когда вышел русификатор на консоли и на ПК-версию игры. И это, на самом деле, очень замечательно, что вышла именно официальная локализация, поскольку только разработчик знает, как передать контекст перевода, как передать текст максимально схожим образом к оригиналу. И то есть, игра будет наиболее похожа на свой японский аналог, имея в виду перевод. Но давайте я как раз-таки поговорю конкретно о Якузе Лаки Дрэгон, о объекте нашего, как бы, разговора. Что же в ней такого? И, наверное, надо вести в курс дела. Ну, то есть, немножечко расскажу про сюжет, чтобы вести вас в курс дела. Главный герой, Ичи Бан Касуга, растет беспризорником, поскольку у него нет семьи, родителей и его вообще воспитывают в банном номере. А банный отель, это, по сути, ну, как бы завуалированная проституция в Японии. Ну, одно из отвлечений, но не суть важна. Короче говоря, растет ребенок, но, тем не менее, на жизнь жалуется. Но, когда наступает период уже половозрелости, когда он переходит в старшую школу, начинает дебоширить, лазить по улицам, там, бродить, шабить, ну, вы это знаете. Ну, в общем-то, и с таким непринятным поведением наш мальчукан наталкивается на группу каких-то рецидивистов, которые оказываются впоследствии как раз-таки мафиози Якуза. Ну, и как-то так получается, что из этой переделки его спасает другой мафиози, глава Додзю. Собственно, после чего он и начинает служить, работать на это Додзю. Как-то между главарем и нашим главным героем завязываются отношения хорошие, потому что у главаря нету сына, у Ичибана никогда не было отца. Ну, собственно, возможно, из-за этого персонажи находят общий язык, дружатся и вообще даже устанавливаются между ними типа родительские какие-то отношения. Ну, в общем-то, в чем весь сербор. Накануне Нового года наш главный герой гуляет своим названным отцом и, собственно, хотели покушать, но не получилось. Но в какой-то момент, пока они тусили, случается неприятность и на следующий день глава Додзю как раз-таки и просит Ичибана, нашего главного героя, съесть за другого человека в тюрьму. Поскольку один из его других подчиненных убил какого-то другого Якудзу, ну, только выше по званию, а так делать нельзя. Он говорит нашему главному герою, слушай, Ичибанка, а посиди-ка там 15 лет в тюрьме, ну, как бы, ну, знаешь, ну, чтобы там по-братски, ну, ты понимаешь. И наш главный герой, конечно же, с охотностью соглашается. А вы что думали, а? Ну, только вот его времяпрепровождение не оказывается сильно позитивным, не только потому, что это тюрьма, а потому что, как бы, его клан не позаботился о том, чтобы создать ему условия. Более того, его главарь, его папаша, можно сказать, только один раз ему пишет письмо за все эти 15 лет, точнее даже 18, там, немножко Ичибан накосячил в тюрьме. А когда он вообще выходит из тюрьмы, оказывается, что его никто не ждет, ну, кроме одного случайного прохожего полицейского. Собственно, наш герой идет выяснять, а в чем же дело, пытается найти своего лидера, своего папаню, глава Додзё, тот его как бы не узнает, но все же Ичибан напрашивается на Удиэнцуев, во время которой получает пуля прямиком в сердечко, в буквальном значении. И, можете не париться, здесь вообще практически не было спойлеров, потому что это буквально самое вступление игры, самое начало, там, часа два, а игра, поверьте, она большая. Тем более, на самом деле, в чем прикол этой Якудзе, что она довольно-таки обособленно стоит от других частей, и вы дальше узнаете почему. Не только с точки зрения геймплея, потому что разработчики говорили, что эта игра будет экспериментом в плане геймплея, так и со сценарной точки зрения, потому что каких-то пересечений там с предыдущими играми серии практически нет. Я там буквально 2-3 персонажа узнал из предыдущих игр, которые появляются, ну, так, как эпизодические, то есть буквально на 2 минуты или даже на пару секунд просто показаться, привет, мы здесь. То есть эта игра, по сути, реально отдельный проект, просто во вселенной Якудзе, и в неё именно поэтому очень легко, как бы, вкатиться, въехать, начать играть. Возвращаясь как раз-таки к играть, когда мы приходим в себя, оказывается, что нас спасла группа бомжей, у которых по счастливой случайности оказался один бомж, бывший парамедик, и он как бы нас залатывает, а пуля, ну, видимо, куда-то насквозь проходит или не задевает важных органов, фиг его знает. Но, тем не менее, наш главный герой выживает, но теперь ему надо как-то выживать. И в чём прикол? Хоть эта игра и называется Якудза, она на самом деле должна была называться симулятор бомжа-компота. Вот, у главного героя даже пиджак подходящего цвета, потому что мы на самом деле играем за бомжа. Та-дам! И то есть, чтобы раздобить деньги, нам нужно что? Собирать чирики под автоматом и с газировкой, и выполнять разные поручения гнусного характера, убираться в помещениях, в которых есть салфетки с сомнительным содержанием, и, конечно же, собирать банки. Банки — это реально самая основная часть игры. Ну ладно, это для драматургии, для шутки сказал. Но на самом деле это реально очень прикольная мини-игра, поскольку там каждая, блин, баночка, она анимированная, и когда ты собираешь по каждой баночке, у каждой есть моделька, собираешь целую горку, чтобы потом сдать на цветмет. Ох, какой же это кайф! Я не знаю, это максимально дегроидная игра, но она просто весёлая. Ну и, конечно же, идею про то, что банки — это основной геймплей игры, и подтверждает имя главного героя — Ичи-банка. Хм, правда, конечно, жопа горит, когда тебя сбивает какой-то другой велосипедист, но не суть. Это, кстати, к геймплею имеет прямое отношение, потому что ты получаешь очки, за которые потом можешь прокачать одну из характеристик героя. Но на самом деле в игре реально куча мини-игр, куча сторонних активностей, помимо, собственно, основного сюжета, ну и, конечно же, куча сражений, потому что это основной элемент для прокачки нашего персонажа. Так вот, в чём основное нововведение этой игры? Раньше в Якути был геймплей ближе к файтингу, хотя я бы сказал бы, что это смешение файтинга и слэшера, потому что у нас, как у героя, были несколько ударов рукой, несколько ударов ногой, типа XYAB, то есть как файтинги, но при этом вид камеры от третьего леса как в слэшере, да, ну и арены имели полностью объёмный характер, а не 2D, как в Mortal Kombat, например. Так вот, в этой игре решили просто добавить GRPG-шности, ну, то есть той механики, когда ты имеешь несколько персонажей в отряде, и, по сути, пошагово выбираешь действия, атаку, использовать спелл, ну и тому подобные приёмы. Но, поскольку игра была в реал тайме, здесь получился какой-то такой промежуточный вариант, когда все действия, они идут пошагово, ну, то есть каждое применение приёма это одно действие, но при этом перемещение происходит в реал тайме, и то есть это важно, когда ты хочешь использовать какой-то приём, например, который бьёт по площади, потому что в зависимости от положения твоего персонажа будет урон, например, одному врагу или, например, двум-трем, если оно их задевает, если они достаточно близко. Но, что интересно, это как разработчики оправдали эту систему, а они не просто её добавили, они именно что оправдали, потому что наш главный герой, геймер, ну, по крайней мере, когда-то был в детстве, и он играл в серию игр Dragon Quest, это, если что, и есть реальная такая серия игр, как раз-таки в GRPG-формате, и наш герой просто видит так внутриигровые битвы, то есть для всех остальных персонажей серии это были, по сути, файтинги, то наш главный герой видит себя как персонажем видеоигры. Вот уж действительно выражение «я художник, я так вижу». Хотя на этом бред не заканчивается, потому что, видимо, в какой-то момент Касуги очень сильно и хорошо пролетела битой по голове, потому что он начинает видеть противников по-другому. И рядовые противники, которые ходят по улице, ну, то есть всякая гопота, они превращаются в псевдо-недогопников, в слизких каких-то извращенцев и даже в мистера-мазохиста. Хотя я сомневаюсь, что это отсылка на South Park, но прикол заметен. И вообще это довольно забавная часть игры, поскольку вот все эти модельки врагов, они на самом деле видно, что это какие-то приколы над некоторыми японскими культурными слоями сообщества. Ну, вы знаете, там бывают свои приколы, загоны, не всегда они как бы здоровые. И таким образом, по ходу, разработчики высмеют некоторые, не знаю, категорию личностей. И это, на самом деле, прослеживается вообще по всей игре, потому что в побочных заданиях, потому что в сторонних активностях действительно хватает юмора. И это не просто юмор в духе каких-то банальных шуток пошлых, а это какая-то, ну, прям реально сатира от авторов игры не только над своим японским сообществом, над его странностями, над его неправильностью, но еще над некоторыми европейскими и вообще западными, скажем так, видениями. И вот не могу не упомянуть один побочный квест, где одна бабулька просит служителя правопорядка споймать некоторого типа, который орошает, приумножает проточные воды города. Ну, то есть, сыт в реку. Так, смысл в чем? Самому полицейскому не очень интересно этим заниматься. Опять же, как бы отсылается на реальные действительности, видимо, Японии и неблагополучных районов. Так вот, он просит нашего главного героя споймать этого наглеца. Но забавно то, как этот полицейский просит нашего главного героя помочь ему в задании. Он буквально в каждой реплике использует фразу, какое-то слово, которое связано с водой, с влажностью, с протеканием, с течением и тому, блин, подобного. То есть, буквально в каждой фразе отсылается на процесс мочеиспускания. Ну, блин, вот что называется реально, постарались над переводом. Но в чем интерес? Не едиными побочными квестами игра наполнена. На самом деле, там реально много активностей. Потому что даже в какой-то момент мы можем стать, ну, видимо, таким бомжеванием. Накапливаем достаточно большую сумму. Ну, и, конечно, знакомиться с одним персонажем. И мы можем инвестировать, создать свой бизнес. И если бы вы думали, что это как просто вложил деньги и потом через время тебе возвращается некоторая сумма. Нет. Здесь тоже есть мини-игры. Есть мини-игра, связанная с зарабатыванием, собственно, реализацией твоего бизнеса, зарабатыванием денежных средств. Но есть даже мини-игра, где собирается какой-то консилиум. И тебе, как главному акционеру, главному герою, нужно отвечать на вопросы, чтобы как бы развеять сомнения публики. И наоборот, как бы положительными ответами привлекать новых инвесторов. И тем самым, типа, поднимая компанию в рейтинге всех компаний в Японии. Господи, просто тут мини-игр и подобной активности, ну, дофига. И самое забавное, это реально сделано с такой фирменной японской, неадекватной, по-хорошему, подачей. Но, 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 если вы думали, что вся эта JRPG-шность игры ограничится только боямой, то, заверю вас, здесь есть и классические данжи, как в любых других играх. Только поскольку у нас не средневековая JRPG, где есть подземелья и драконы, у нас тут скорее какие-то заброшенные стройки и канализации, где обитает сомнительной принадлежности типы социальной. И вот, касаясь, опять же, темы юмора и вот адаптации, в игре нет зелья лечения и нет зелья маны, потому что это просто не вписывается в контекст. Но разработчики пытали все прописать и оправдать под нашу действительность. И смысл в том, что ты, когда идешь по канализации, видишь, какой-то предмет валяется, подбираешь, а то, оказывается, недоедленная бента. И что самое забавное, она восстанавливает часть здоровья. В реальности такое, конечно, вряд ли кто-то бы захотел есть, но в игре это хилка. Вот какой он японский подход. И вот что примечательно, касаемо японского подхода, он реально бывает разный. Потому что если в этой игре это скорее такая комедийная сатира, но также бывают моменты, когда говорится о более высокодуховных вещах, более глубинных, может быть даже философских, это я вот так не очень-то завуалированно, намекаю вам про другой мой ролик о другой японской дичи, правда уже не в комедийном, а скорее более таком серьезном тоне, это Death Stranding, где я, по сути, разбираю, излагаю свои мысли, является ли это переоцененная игра от просто уже известного геймдизайнера, либо в этой игре действительно нашлось место чему-то оригинальному и крутому. Можете посмотреть на досуге. Так вот, возвращаясь к Якудзе и ее геймплею, вообще все эти побочные активности в совокупности с сюжетом дают очень интересный эффект, потому что сюжет, а я говорил в начале видео, что это серия криминальных боевиков, в основном сюжете Якудзе нашлось место драме, криминальным разборкам, мафиозным хитросплетением, предательством и всему такому прочему. И как бы это бы не было странно, с такой вот трэшовой, по-хорошему трэшовой, забавной сердцевинной игрой, как побочным заданием, геймплейным вот этим фичам новым, оно очень интересно контрастирует, но реально прикольно дает впечатление, потому что у тебя такие постоянные качели происходят. То есть если ты хочешь, ну, нарративного сюжета с хорошо прописанными диалогами, ты идешь реально просто в сюжет и как бы получаешь вот этой пафосой серьезности. Но потом, со временем, там, через часик тебе уже от этого присыщается, ты уже встаешь, и ты как раз-таки возвращаешься к геймплею, который разбавляет вот эту пафосность своей какой-то такой забавной трэшовостью и необязательной рутиной, чтобы просто отвлечь тебя. И потому игра из-за этого очень круто вовлекает, и, как ни странно, это идеально сбалансировано в плане развлекательности и серьезности, что тебе просто хочется и хочется и хочется в эту игру продолжать играть. И знаете что? В этой игре нашлось все равно место любимцы публики песни караоке Бакамитай. Но на самом деле, эта караоке традиция, которая есть в некоторых частях игры, натолкнула меня на размышления о том, что в начале видео я уже сравнивал якудзу с криминальными сериалами по типу улицы разбитых фонарей. И вот, продолжая эти выводы, я понимаю, что вы просто посмотрите, как главный герой и вообще якудзы, разные члены якудзы выглядят. Это же цветные пиджаки, вот просто малиновый пиджак, золотая цепочка и еще местный шансон поет в караоке. Блин! Так получается на самом деле, что наши культуры, русско-японская, не так далеко друг от друга стоят. То есть, грубо говоря, местный главный герой и новые русские из начала 90-х, это по сути одно и то же. Короче, вы, думаю, уже и по моим словам поняли. Мне игра реально понравилась. Она реально оказалась прикольной, задорной и крутой. И то, что она довольно много нововведений привела с собой, и в плане геймплея, и в плане построения сценариев, построения самой игры, геймдизайна, это повлияло очень положительно на игру, поскольку она стала более обособленной. И ее можно реально начинать, не играя в предыдущей части. А если вы начнете играть, то она реально принесет много удовольствия. Но, правда, учтите, что вам понадобится там 30-40 часов. А может и больше, если захотите по бочке проходить и пофармиться. А поверьте, в этой игре это особенно прикольно и приятно. Так что, если вы захотите поиграть, заборные несколько десятков часов вам обеспечены. Спасибо всем тем, кто досмотрел это видео до конца. Я хочу еще вас попросить об одном одолжении. А именно о лайке и каком-то комментарии. Да, любом, в принципе. Не обязательно чем-то осмысленном. Поскольку только так YouTube понимает, что, хм, этого чувака комментируют, смотрят и лайкают. Значит, он что-то нормальное, видимо, снимает. Ха, давай-ка я теперь начну его продвигать. Только, видимо, наверное, при таком раскладе мои видео смогут где-то там с правого угла YouTube появляться в рекомендованном. Ну и, конечно же, если вы новый зритель, то подпишитесь и поставьте колокольчик, чтобы видеть упоминания о выходе новых роликов. И потому... Орегатолого займасу. И до следующих видео.